Добрый день, меня зовут Иван Андреев и в этом практическом занятии мы добавим игровое меню к нашей трехмерной игре. Мы уже разрабатывали игровое меню для двумерной игры и поэтому мы повторим все те же самые действия и для нашей трехмерной игры. Мы добавим игровое меню, а также игровые состояния. В игровом меню у нас будет содержаться три пункта, это старт гейм, начать новую игру, резюм гейм, возврат в существующую игру, причем эта кнопка будет недоступна до того, как мы нажмем старт гейм и экзит, это выход из игры. Мы воспользуемся уже готовой системой меню и немножко расширим ее с использованием мыши. Мы реализуем те же самые игровые состояния, какие у нас были в двумерной игре. У нас будет состояние игра и состояние меню. Во время игры мы будем рисовать все наши игровые объекты. Когда мы нажимаем в игре клавишу escape, тогда мы попадаем в меню. Если же в меню мы нажали кнопку exit, то мы выходим из игры. Или если мы нажали старт гейм или резюм гейм, то тогда мы снова попадаем в игру. Вернемся к нашему проекту. Здесь я добавлю новую папку. Назову ее меню system и добавлю в нее файлы, которые были заготовлены нами во время работы над нашей двумерной игрой. Это файлы menu.cs и menuitem.cs. Я перейду к этим файлам и изменю здесь пространство имен. Как вы помните, наша система меню использовала специальный шрифт. Я добавлю его и к этому проекту. Теперь перейдем к game. Я создам здесь перечисление. И оно будет обозначать, какие состояния могут быть у нашей игры. Игра может быть в состоянии меню или в состоянии game. Создам дополнительную переменную. Нам понадобится переменная типа меню. И переменная типа game.state. Назовем ее game.state. И по умолчанию она будет равняться меню. Теперь перейдем к методу initialize. И здесь нам нужно создать наше меню. Делаем это точно так же, как мы сделали для двумерной игры. Создадим три кнопки. Start game, Resume game и Exit game. Resume game у нас будет неактивно. Добавим все кнопки к меню. И дальше нам нужно добавить обработчики нажатия на каждую из кнопок. Итак, если мы нажали кнопку Exit, тогда мы выходим из игры. Если нажали кнопку Resume, то возвращаемся в игру. И если нажимаем на кнопку Start, то тогда нам нужно указать, что игра находится в состоянии game. Сделать кнопку Resume game активной. Создать новый уровень и обнулить очки. Теперь перейдем к LloydContent. Здесь я вызову для меню метод LloydContent. Передам туда Content. Перейдем к методу Update. Здесь я сотру строчки, которые позволяют выйти из нашей игры по нажатию на кнопку на геймпаде. Все, что у нас написано в методе Update, я вынесу в отдельный метод. Refactor ExtractMethod. Назову его UpdateGame. И теперь проверим. Если наша игра находится в состоянии игра, то тогда мы обновим игру. Если же нет, то тогда мы обновим меню. Причем, если во время игры нажата кнопка Escape, то тогда мы должны снова попасть в меню. Получим состояние клавиатуры. И если нажата кнопка Escape, то тогда GameState будет равняться GameState в меню. Но если нет, то мы обновим игровую логику. Перейдем к методу Draw. И здесь также создадим новый метод. Назовем его DrawGame. И в методе Draw мы проверим. Если GameState равняется GameStateGame, то тогда рисуем игру. Если же нет, тогда рисуем меню. Передадим сюда SpriteBatch. Давайте запустим. Итак, появилось меню. Можно нажать на кнопку Exit. Можно нажать на StartGame. Но, как вы видите, здесь у нас не включен буфер глубины. Ну, все из-за того, что мы вызываем SpriteBatchBegin в методе MenuDraw. Перейдем к этому методу. И изменим вызов метода SpriteBatchBegin таким образом, чтобы он сохранял состояние RenderState. Укажем здесь параметры. И самый важный, последний параметр SaveStateMode. SaveState. Снова запустим. Теперь все правильно. Можно немножко поиграть. Если я выйду в меню и нажму Resume, то игра продолжится. Опять нажму Escape. Нажму StartGame. И игра начнется сначала. Теперь изменим нашу систему меню таким образом, чтобы она воспринимала нажатие на кнопки мышки. Для этого в методе Update я получил состояние мыши. mouseGetState. И также я сохраню старое состояние мыши. Оно нам пригодится. mouseState old mouse в конце метода Update я сохраню значение предыдущего состояния мыши. Итак, теперь для того, чтобы проверить наведен ли указатель мыши на какой-нибудь из элементов меню, нам нужно пройтись по каждому элементу меню и создать для него прямоугольник. Дальше мы сможем проверить, пересекается ли указатель мыши с этим прямоугольником. Итак, для каждого из элементов меню, который содержится в коллекции items, нам нужно создать прямоугольник. Для начала я создам здесь переменные x и y. Они будут такими же, как и в методе draw. После каждого элемента меню я буду увеличивать y. И теперь мы можем начинать создавать прямоугольник. Для того, чтобы иметь возможность создать прямоугольник, нам нужно знать его длину и высоту. Для того, чтобы сделать это, мы создадим новый вектор и рассчитаем, какой объем пространства занимает на экране каждая из строк. Для этого мы используемся font.measureString и передадим сюда текст, который выводится для элемента меню. Теперь мы можем создать прямоугольник для этого элемента меню. Назову R и передадим сюда x, y и длину и высоту. Это будет Vx и Vy. Ну, нужно привести их к типу int. Также нам понадобится прямоугольник для мыши. Заверем его mouseRect. координаты левого верхнего угла получим как mouseX, mouseY и длина и высота зададим просто по единице. Теперь, когда у нас есть оба прямоугольника, мы можем проверить, пересекаются ли они. Итак, если mouseRect intersects с прямоугольником R, это значит, что указатель мыши пересекся с прямоугольником для какого-то из элементов меню. Ну и здесь мы можем проверить. Если этот элемент меню является активным, то тогда мы можем установить currentItem равным индексу этого элемента меню. Ну, индекс здесь мы получим как Items IndexOf Item. Давайте запустим. Ну, к сожалению, указателя мыши на экране с игрой не видно. Все дело в том, что по умолчанию указатель мыши устанавливается невидимым. Вернемся к классу Game1 и здесь в методе Initialize я сделаю так, чтобы курсор мыши был видим. Установлю Is MouseVisible равна True. А когда мы попадаем в игру, то есть нажимаем на Resume Game или Start Game, я снова сделаю указатель мыши невидимым. Снова запустим. Теперь видна мышь и я могу при помощи мыши выбирать какой-то из элементов меню. Ну, правда, сейчас я не могу на него нажимать, я могу навести на какой-то элемент меню и нажать Enter. Еще немного изменим систему меню. Теперь, если наша мышь пересекается с каким-то из элементов меню и этот элемент меню активен, то мы можем проверить. Если нажата левая кнопка мыши, то есть Mouse Left Button равняется pressed и в предыдущем состоянии левая кнопка мышки была отпущена, то тогда мы можем вызвать Item точка OnClick. Давайте проверим. Я выбираю мышку Exit, нажимаю и он работает. Проверим Start Game, он также работает. Я могу нажать Escape, но теперь опять указатель мыши не виден. Мне придется вернуться к методу Update классы Game1 и теперь когда мы нажимаем на кнопку Escape мы снова укажем из Mouse Visible равно True проверим нажиму Start Game немножко поиграем теперь я нажимаю Escape и я могу управлять моим меню при помощи мыши. Спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы то вы можете написать мне по почте. Спасибо.